Светлана Коновалова личность легендарная. Женщине 70 лет, из них 30. Она спасает от смерти собак и кошек. На свои плечи она взвалила ответственность за всеобщую безответственность. Светлана Николаевна содержит огромный приют для животных. Сегодня здесь порядка полутысячи постояльцев. Для нас это приют, для них дом. Молодые, старые, здоровые, больные. Она знает каждого по имени и каждого любит. И она уже три года такая живет. Три года мы ее усыплять не стали. Она живет, она такая жизнерадостная. Она любит все на свете, кушает все, передвигается сколько там может. У нее тележечка есть, все есть. Вот так что ее зовут принцесса. Если бы приют Светланы Коноваловой участвовал в конкурсе на самый смелый проект, он бы однозначно победил. Несмотря на усмешки скептиков, жизнь четвероногих становится лучше. Около пяти лет назад приют переехал в чистое поле под Ташибой. Сейчас практически каждая дворняга живет в индивидуальном вольере. Женщина нашла поддержку за рубежом у добрых граждан Германии и Франции. На эти деньги она сделала самую дорогостоящую работу, поставила трансформатор и провела электрику. Никакого хаоса, никакой грязи. Раз в неделю в приюте работает ветеринар. Так что больную животину здесь не увидишь. О том, что находишься в приюте, напоминает только тоска в верных собачьих глазах. У каждого питомца здесь своя история. Кого-то подобрали, кто-то прибился сам, кого-то привезли люди. Некоторые собаки, похоже, так и не могут простить предательство. Этот пес ни на кого не реагирует. Его сдали в приют хозяева из-за возраста. Сюда регулярно привозят старых собак и больных. Например, Дик абсолютно слепой. Сейчас приюту нужна серьезная поддержка. Есть опасения, не случилось бы пожара, в случае чего все сгорит, как спичка вместе с животными. Нужно срочно опахать приют и к зиме утеплить, как его называют здесь, новый кошкин дом. Мурлык здесь, кстати, около сотни. Надо организация, чтобы какая-то помогла. Какие-то богатые люди, как проспонсировали, чтобы они взяли нас под крылом. В день на содержание приюта уходит порядка 8 тысяч рублей. Здоровый рацион животным здесь обеспечить не могут. 30 котлов овсяной каши варит повар ежедневно. Растительное масло – самое питательное, что могут позволить на местной кухне. На днях житель Хакасии привез целую машину костей. У собак был настоящий праздник. Так что угостить питомцев может любой. Приют живет в основном на пожертвования, которые собирают здесь, на остановке главпочтамту, памятника дворовой собаке. Деньги можно перечислить на банковскую карту или отправить на голодный номер телефона. Но можно просто опустить в этот ящик. Неважно, каким образом, они все равно дойдут до прямого адресата. Вся информация о номер счета и голодного телефона есть на нашем сайте. Вести.дефис.хакасия.рф Субтитры создавал DimaTorzok